На площади каталось множество детей. Кто посмелее привязывал свои сани к крестьянским саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее, затем свернулись с площади в переулок. Кай, сидевший в них человек, обернулся и приветливо кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе все кивал ему, и он продолжал ехать за ним. Вот они выбрались за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, и стало темно, хоть глаз выколи. Мальчик поспешно отпустил веревку, который зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал, никто не услышал его. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробы, перескакивая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно-белая женщина, снежная королева. И шуба, и шапка на ней были из снега. «Славно проехались», — сказала она, — «но ты совсем замерз. Полезай ко мне в шубу». Посадила она мальчика в сани, завернула в свою медвежью шубу. Кай словно в снежный сугроб опустился. «Все еще мерзнешь?» — спросила она и поцеловала его в лоб. У-у-у! Поцелуй ее был холоднее льда. Он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще немного, и он умрет. Но только на минуту. А потом напротив. Ему стало так хорошо, что он даже совсем перестал зябнуть. Как все еще можно сделать – это Отре Метод Метод Убер Метод 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 Метод